Рабочую командировку Наталья Комарова завершила в Урае. Здесь губернатор встретилась с главой города Анатолием Ивановым. Он, в частности, рассказал о собираемости платежей за капитальный ремонт. Она в городе приближается к 100%. Говорят, все дело в том, что жители видят, как власть расходует средства. В прошлом году здесь капитально отремонтировали 6 многоквартирников. В этом году к ним добавится еще 4. Продолжением визита в Урае стало присвоение одному из избирательных участков города имени Александра Кривоногова. Чем так дорог урайцем этот человек, расскажет мой коллега Сергей Крабков. Он всю жизнь был в числе первых. Открывал шаимскую нефть, был создателем и первым руководителем транспортного предприятия нефтяников. Несколько раз избирался депутатом поселкового и городского советов. Руководил городским советом ветеранов. Александр Кривоногов даже после смерти продолжает играть важную роль в жизни любимого города. Теперь его именем назван избирательный участок в местном претехническом колледже. Он, кстати, очень активно в это участие принимал в выборах. Вот сколько с детства помню, воспоминания детства. Он, представитель избирательной комиссии, там, все время как выборы, это очень рано уходит из дома. Праздник, был праздник для него. Именных участков в Югре уже почти три десятка. В территориальной избирательной комиссии считают, что это не только прекрасный способ вспомнить тех, кто много сделал для родного края. Это не только память о достойнейших югорчанах, но и большая ответственность непосредственно участковой избирательной комиссии, учреждения, в котором находится участок, и самих избирателей, которые на нем голосуют. Глава региона тоже уверена, именование участков – это отличный пример для подрастающего поколения. Тем более, что большинство из них располагается в образовательных учреждениях. Я хочу обратить внимание на то, как важно в самом начале выбрать то дело в своей жизни, которое может принести вот такие вот результаты.